Коронавирус, обратите внимание на Россию. Ресет, Норвегия. Ким Нур. Ресет, Норвегия. 24 марта 2020 года. Пока у норвежских и западноевропейских политиков был идеологический паралич из-за коронавируса, Россия все сделала как по инструкции, выпустила постановление, изолировала людей и закрыла границу, то есть приняла абсолютно разумные меры против смертоносной инфекции. Своим примером Россия показывает, что никакого противоречия между демократией и упреждающим инфекционным контролем нет. Российские меры когда в один прекрасный день коронавирус сканет в лету, многие постараются всячески упустить из виду, насколько мало вирус скоснулся России, как в абсолютных цифрах, так и в относительных. А вот Норвегия и Западная Европа уже сбились со счета. Если в Европе коронавирус бушует уже два месяца, Россия быстро предприняла первые шаги. Уже во второй половине января китайским туристам отказали во въезде. Ведь группа туристов от 30 до нескольких сотен человек наверняка увеличили бы риск заражения на ранней стадии. 30 января российско-китайская граница оказалась на замке, а еще через несколько дней рейсы из Китая отменили на неопределенный срок. Прекратилось и железнодорожное сообщение Москва-Пекин. Норвежские же власти ввели ограничения лишь через полтора месяца. Решительные действия все, кто возвращается из зон риска в Россию, с начала февраля попадают либо в больницу, либо на домашний карантин. В Норвегии же карантин впервые ввели опять же через полтора месяца. При этом с беглецами российские власти разбираются решительно и строго. 32-летняя петербурженка с отрицательным тестом на коронавирус сбежала из больничного карантина. Власти передали дело в суд, и беглянку вернули на карантин. Китайских студентов еще 29 января перевели на дистанционное обучение. Кроме того, их призвали оставаться в Китае до 2 марта. Вернувшиеся же в Россию после празднования Китайского Нового Года попали под медицинский надзор вплоть до принятия дальнейших мер. С китайцами не церемонятся. Китайцы в Москве чуть ли не силой загнали по домам со строгим призывом оставаться там в течение двух недель. Но несмотря на предупреждение о системе распознавания лиц, в том числе и в московском метро, многие китайцы нарушили правила изоляции. Более сотни были пойманы с поличным и выдворены из страны. Китайцам многие питают неприязнь. Считается, что они ведут себя вызывающие и не уважают российские законы, правила и общественные нормы. Поэтому показательно, что за полтора с половиной месяца депортировали более сотни из 2,5 тысяч московских китайцев. 20 февраля граница для граждан Китая закрылась окончательно. Но задолго до этого для китайцев закрылись улицы, торговые центры и метро. Обычно они кишат толпами китайских туристов с кривыми зубами и палками для селфи. Редких китайцев еще можно встретить, но лица свои они тщательно укрывают от осуждающих взглядов шарфом. Меньше всего зараженных в Европе результатом упреждающего инфекционного контроля стал один из самых низких показателей заражения на душу населения. Еще 16 марта в России было лишь 63 случая заражения, от Санкт-Петербурга до Забайкалья. Первые два случая зарегистрированы в Сибири, заболевшие, граждане Китая, но сейчас лидирует Москва. Для страны со 147 миллионным населением и столицей, мегаполисом мирового масштаба это удивительно хорошие цифры. Для сравнения, в Норвегии 16 марта случаев заражения было уже 1169. Здесь нужно учесть, что в России вас проверяют чуть ли не при малейшем чихе. В Норвегии же больным людям приходилось отчаянно добиваться анализа, и большинство остаются непроверенными. Иными словами, российские цифры можно считать вполне достоверными, а вот Норвежский институт здравоохранения и общественность чуть ли не дезинформирует. Пропагандистская победа в Москве и повседневная жизнь идет своим чередом. Магазины, учебные заведения и общественные службы открыты. Примечательно, что мероприятия свыше 50 участников отменяются, и жителям советуют избегать общественного транспорта в часы пик. Однако люди живут обычной жизнью, хотя полки с рисом и гречкой и отделы консервов постепенно пустеют. Мамы с колясками и пенсионеры беззаботно разгуливают по улицам. Ничто не предвещает чрезвычайного положения. Норвежцы потеряли голову. 11 марта в Москве приземлился рейс из Болонии. На борту обнаружились два случая заражения, и всех пассажиров поместили в больничный карантин. Примерно в то же время итальянские чартерные рейсы садились в норвежских аэропортах, хотя Северная Италия уже стала эпицентром вируса. Никакого контроля в Норвегии не проводилось. Люди свободно возвращались из-за рубежа, прогуливались по Гардермуэну, аэропорт Осло, примечания Перев, а затем разъезжались по всей стране. Включая тех, кто прибыл из районов повышенного риска. Какой-нибудь житель Трамсё мог запросто устроить себе экскурсию по Осло и только потом вернуться домой на Север. Таким образом, безумие коснулось не только властей, но и обычных граждан. Нарушение Конституции. Когда норвежские власти, наконец, вытащили бананы из ушей, они тут же нарушили Норвежскую Конституцию, потребовав, чтобы граждане, решившие переждать кризис в загородных домах, вернулись обратно в города. Хотя давать законам обратную силу категорически запрещено. Людям, успевшим выехать за город до 15 марта 2020 года, когда вышло положение номер 294 о карантине, изоляции и запрете на проживание в летних домах, пришлось хлопнуть дверью. В разделе 5 говорится, лицам, имеющим недвижимость в муниципалитете, отличным от того, где они зарегистрированы, запрещено там находиться. Пока я пишу эти строки, муниципалитет Холла попросил эвакуировать прибывших и даже привлек к этому ополченцев. И пока премьер-министр Норвегии Эрнес Ульберг, Эрнес Альберг, в диктаторской манере игнорирует Конституцию, Россия строго следует букве закона, включая возвращение беглецов в карантин. Доброжелательная Россия 15 марта Россия закрыла границу с Норвегией. Даже удивительно, что они прождали так долго. К своему заторможенному соседу на северо-западе, этому улип простофиле, Россия относится с невероятной доброжелательностью и терпением. Россия любит норвежцев и Норвегию, и когда кризис закончится, на ее доброту стоило бы ответить взаимностью. Коронавирус показал, что норвежская политическая элита не способна действовать рационально. Они пожертвовали независимым, разумным мышлением ради идеологических догм, доказав, что могут лишь следовать заранее определенным алгоритмам, а анализировать каждый отдельный случай не в состоянии. Пока Западная Европа со слепу тычется во все подряд, у России есть прагматичное руководство, которое, кто знает, может быть, сберегло население от серьезной вспышки инфекции. Россия показала, что никакого противоречия между демократией и упреждающим инфекционным контролем нет. Вспышка коронавируса должна стать для Норвегии переломным моментом. Эрна Сульберка слабла и устала, и когда она пытается двигаться вперед, зрелище выходит жалкое. В 2021 году нам придется распрощаться с потерявшейся Эрной, двуликим Янусом Гармстери, Янас Гарстери, лидер рабочей партии, глобалисткой СИФ, СИФ Йенсен, лидер партии прогресса, и другими политиками, попавшими под власть идеологии. Управлять страной в эпоху пандемии массовых миграций они не способны. Большое спасибо коронавирусу, который нам это показал. Комментарии читателей Бьорнистад Спасибо за очень интересную статью, столь непохожую на привычное презрение к России. Я пока не знаю, что думать о борьбе с коронавирусом, будь то здесь, в России или где-либо еще. Нам дают настолько противоречивые сценарии гипотезы, что это все ужасно расстраивает и утомляет. Бьорнистад, доктор русской истории. Форист Боже мой, в России же нет демократии. Ее там даже меньше, чем у нас. И как можно доверять их цифрам? То мы Зелински это в России то демократия. Что вы там курите? Давно не читал таких глупостей. Иуда Великий Аргауда у меня есть знакомый, у которого есть знакомые в России. Так вот, тяжелые больные пропадают из больниц. И никто не знает, куда. Так что цифры из России липовые. Тури Андерсин, ну, это мы еще посмотрим, насколько все верно. Россия-то о своих проблемах особо не распространяется. Спачем он подчеркивание спи в противоречии между демократией и упреждающим инфекционным контролем? Может, и нет. А вот между демократией и Россией есть. Мэрия подчеркивания Олсин. Россия удалось задержать вспышку, если верить официальным данным. Но за последние 24 часа количество случаев выросло на 20%. Так что теперь это лишь вопрос времени, когда крупные вспышки случатся в нескольких местах одновременно. Преимущество России – в ее огромных расстояниях, но большие города все равно крайне уязвимы. Петрус хорошо написано. Норвежцы стали угрозой сами для себя. Правительство кишит дилетантами, а в министерствах они и вовсе роятся как мухи. Неудивительно, сколько там всякого дерьма накопилось. Янатон. Почему Россия отреагировала так быстро? Почему коронавирусом не заразились Пекин и другие города за пределами Уханя? Разве не поразительно? У китайского правительства нашлось все необходимое, когда вирус начал распространяться, и они построили больницу на 1500 коек всего за неделю. Русские быстротой действий не отличаются, но на этот раз они оказались на коне. Поздравляем! Фред Энгвер Аглин Энгстад разве можно доверять цифрам от русских? Они же лжицы каких поискать, особенно по части бедствий. Относиться надо скептически. Инвернис Россия теперь благословляет сам Бог. Путин поставил Бога и христианство на первое место, и русские спасаются от порога и извращений с Запада. Фьорк Вангер плакат это и забавно, ведь в СССР был атиизм, а Путин верой и правдой служил КГБ. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.